10 весовых категорий, 10 чемпионов. Победить в Омске значит получить гарантированный билет на чемпионат России по рукопашному бою. А то, что попадание в сибирскую сборную работа не из легких, подтвердит любой спортсмен. Здесь, в центре единоборств, родные стены и поддержка с трибунами чам неоднократно помогали. В финалах почти каждой категории сражались за победу местные бойцы. С особой ответственностью бились те, у кого на кону стояла защита мастерского разряда. За города сибирских федеральных округов в целом сказать можно, что сборная крепкая будет. Вот именно Омская сборная. В этом году мы будем выставлять наиболее лучших спортсменов. Поэтому я думаю, что результат будет соответствующий. На пятки о мячам наступали красноярцы. Их наставник, абсолютный чемпион России по рукопашному бою, не оставался в стороне. Подсказывая с места победные комбинации. А когда на ковер вышел омский спортсмен, не смог сдержаться и чемпион-биллатор Андрей Корешков. Топовый российский боец, воспитанный в Омске, свой путь в профессиональный спорт начинал с армейского рукопашного боя. Рукопашным боем я занимался с 9 лет и примерно до того момента, как я начал драться по профессионалам. И рукопашный бой – это была моя база первоначальная, на которую мы уже наложили какую-то профессиональную технику. Настоящей битвой титанов стала встреча весовой категории до 75 килограммов. За первое место против друг друга боролись два мяча. Пятиминутное состязание вымотало обоих и принесло долгожданную победу с присвоением звания мастера спорта 21-летнему Роберту Голстяну. Выполнить разряд мастера спорта я к этому очень долго шел, так как являюсь уже мастером спорта по другому виду единоборств. Это для меня как бы более новый, более совершенный вид спорта. И поэтому, да, я очень рад, что сейчас занял первое место. Чемпионат Сибири проходил два дня, и на нем успели сразиться даже девушки. В каждой весовой категории появился свой новый чемпион. Лучшие из лучших представят Сибирь на национальных соревнованиях. И туда отправятся трое мячей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова